Это программа День выборов по Ярославски, у микрофона Людмила Шабоева, ну и сегодня у нас дебаты, как мы и обещали. У нас в студии уже сейчас здесь находится Илья Осипов, глава Ярославских Единороссов. Доброе утро. Доброе утро. Борис Немцов, председатель партии РПР Парнас. Доброе утро. Всем доброе утро. Регламент программы у нас такой. Вначале я задаю по одному вопросу каждому из участников нашей сегодняшней дискуссии. У вас будет время, три минуты для того, чтобы ответить на этот вопрос. А в конце за 30 секунд прозвучат сигналы, это значит, что вам пора закругляться. Далее вы задаете вопросы друг другу, ну и в конце еще будет буквально несколько минут для того, чтобы вы ответили на вопрос, а что вы нового для себя вынесли из этой программы. Итак, начнем. Давайте первый вопрос я адресую. Кому я первый вопрос адресую? Давайте Борису Ефимовичу. Борис Ефимович, скажите, пожалуйста, Ярославская пресса вас называет политическим гастролером. Объясните, пожалуйста, почему люди должны вам верить? Ну, если бы я был паровозом, то есть шел бы на выборы с тем, чтобы поддержать список позиций, список РПР Парнас, то, наверное, такая дефиниция имела бы право на жизнь. Но в отличие от Валентины Терешковой, которая возглавляет список Единой России и которая открыто говорит, что работать в областной думе она не собирается, я собираюсь работать в Ярославской областной думе, я об этом говорю на всех встречах. Более того, я постоянно живу сейчас в Ярославле на Большой Октябрьской улице, прямо рядом со студией Москвы, Большой Октябрьской 49, и намереваюсь приобрести здесь жилье в случае победы партии РПР Парнас. Так что мне представляется, что это такой способ борьбы и дискредитации оппозиции. Но, слава богу, у меня прошло большое количество встреч с избирателями, и все спрашивают, готов ли я работать, и я отвечаю, что да. Так что я думаю, что вот такие дефиниции, они сами собой сойдут на нет. Кроме того, я могу вам сказать, что я работал губернатором Волжского региона, и проблемы, которые здесь есть в Верхней Волге, в Ярославской области, они мне хорошо известны. Мы вместе работали с Анатолием Лисицыным. Должен сказать, что несмотря на то, что много времени прошло с тех пор, тем не менее проблемы остались. Это проблемы бюджетного дефицита, это проблемы коммунальные, это проблемы дорожные, это проблемы нищеты, и это проблемы вымирания. Кстати, по поводу вымирания. Тут пропаганда путинская говорит, что при Путне стали рожать, а при Эльце не умирали. Вот в Ярославской области все равно наоборот. За 90-е годы сокращение населения было 70 тысяч человек, а за 2000-е годы, благословенные 13 лет правления Путина, население области сократилось на 130 тысяч, сейчас 1 миллион 270 тысяч человек, хотя было на 200 тысяч больше 20 лет назад. Так что проблем огромное количество, и я очень серьезно отношусь к этой кампании. Наши оппоненты из партии власти отлично это знают, я должен сказать, что я приятно удивлен, что руководитель Единой России пришел на дебаты. Обычно в стране этого не происходит, он в Москве, например, с обеих напугался с Навальным участвовать в дебатах, а мы здесь, находясь в коалиции из партии Навального, рады, что все-таки в Ярославле, на Ярославской земле какие-то элементы демократии и элементы конкуренции сохранились. Хотя, с другой стороны, есть, конечно, цензура политическая, и мы намереваемся внести законопроект об отмене политической цензуры, в первую очередь, на телевидении, с тем, чтобы запретить исполнительные власти и партии власти контролировать СМИ, в первую очередь, телевизионные каналы, конечно же. Вот, я очень рад, что мы имеем возможность донести нашу программу до избирателей. Наша программа предельно конкретная. Это пять законов для Ярославской области, которые позволят повысить бюджет на 15 миллиардов, позволят создать политическую конкуренцию, обеспечить сменяемость власти, обеспечат прямые выборы губернаторов и мэров, обеспечат качественное строительство дорог. И я очень надеюсь на то, что эта программа будет реализована. Спасибо большое. Это Борис Немцов, председатель партии РПР Парнас. Илья Владимирович, теперь вам вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы в Единой России? Не проще ли было быть независимым политиком, самостоятельным независимым политиком? Зачем вам это нужно? Независимым-то быть вообще всегда крайне сложно, особенно независимым от самого себя. По поводу того, почему я в Единой России, я достаточно много изучал других партий, в том числе с Борисом Ефимовичем. Мы, на самом деле, знакомы много раньше, потому что он-то меня с трибуны не видел, а я в том числе и на съездах, или на попытках съездах, учредительных, самых разных партий мы с ним встречались. Каких? Ну, в том числе у Рыжкова, когда была попытка организовать демократическую партию, у Травкина ее забрать, и с Хакамадой, когда вы делали проект какой-то еще. Но это не так важно. На самом деле, присматриваясь достаточно давно к тем возможностям, которые политически развиваются в нашей стране, все-таки в конечном итоге я остановил свой выбор на Единой России. Произошло это полтора года назад. Произошло ровно по причине того, что, будучи одним из самых ярких, а уж, позвольте, может, я слегка перебарщу, но, тем не менее, критиков Единой России, по крайней мере, в Ярославской области, в конечном итоге я столкнулся с тем, что мне коллеги предложили, если ты такой умный, так иди и возглавь. Раз ты знаешь, как изменить, иди и меняй. Собственно говоря, чем я и занимаюсь последние полтора года, это изменением Единой России. Получилось ли все, что я хотел, далеко еще не все. Да и срок этот, наверное, не тот, чтобы изменить целую партию. Но она стала более открытой, она стала более прозрачной, она, в конце концов, стала поворачиваться к людям. И тот лозунг, с которым мы идем на выборы, уже в течение двух лет, это стратегия, на самом деле, даже не лозунг, а дело в людях. То есть это мы последовательно, планомерно ее проводим. И изменения в партии, которые мы добились, в том числе и благодаря предварительному всенародному голосованию, которое мы провели и обсуждали открыто всех своих кандидатов. У нас каждый кандидат подвергся, в том числе и достаточно жесткой критике, прежде чем стать кандидатом от партии. И мы выбрали на сегодняшний день, абсолютно уверен, что лучших людей, которые могли бы представлять партию. Это совершенно другой подход. Я абсолютно уверен, что изменить жизнь в России можно, только изменив Единую Россию. Потому что критикуя, нужно что-то предлагать. А не предлагая, соответственно, ты рано или поздно теряешь право на критику. Поэтому, меняя Единую Россию, я меняю жизнь в своей стране. Спасибо большое. Раньше времени вы даже закончили. А теперь мы переходим к вопросам друг к другу. Я даже не знаю, кому первому предоставить право. Давайте начнем с Бориса Немцова по традиции. Пожалуйста, задавайте свой вопрос, Илья Владимирович. Хорошая у вас традиция, мне нравится. Илья Владимирович, я хочу задать вам довольно простой и очень конкретный вопрос, который мне задают практически на всех встречах. У меня их было больше 60, и не только в Ярославле, но и в Рыбинске. Вот я вчера буквально там был, и везде по области. Вопрос этот касается вашего бывшего коллеги, и, можно сказать, соратника, было время, а потом и конкурента, и противника, Евгения Урлашова. Ну, вы знаете, что Евгений находится сейчас в матросской тишине. Вот, я считаю, наша партия РПР Парнас считает, что это политическая расправа, это способ избавиться от политического конкурента, снятие гражданской платформы с выборов, это очевидная просто демонстрация вот таких силовых методов борьбы с конкурентом. Но вопрос у меня сейчас даже не про конкуренцию, а вопрос у меня очень человеческий. И лично к вам, кстати, а не к партии, которую вы возглавляете. А вы готовы дать Заурлашову поручительство, чтобы ему изменили меру пресечения, и чтобы он из матросской тишины был под подписку о невыезде отпущен, с тем, я хочу сказать, чтобы его потом судил. Суд, причем суд присяжных. Все-таки согласитесь, что когда Сердюков, который вместе с своей подружкой Васильевой обворовали все Министерство обороны, гуляют, когда Лужков с Батуриной гуляют, когда разворовавшие на Олимпиаде триллионы гуляют... Борис Евгеньевич, спасибо, все, вопрос понятен. Вопрос такой, готовы ли вы дать поручительство за Заурлашова, чтобы он под подпиской о невыезде находился в Ярославле. А, Борис Евгеньевич, простите, что начну отвечать вопросом на вопрос сначала. А вы готовы это сделать? Да, конечно. То есть вы, зная человека один раз, встретившись с ним за бокалом вина в Париже, то есть вы готовы уже отдавать за его поручительство? Не слишком ли это опрометчиво, для опытного политика? Потому как я знаю Евгения Робертовича в течение девяти лет. У меня действительно с ним очень давняя история взаимоотношений, создания нового города, политическая борьба, работа в оппозиции в городе Ярославле. То есть все это было в нашей истории. Я знаю не образ, который зачастую себе создают люди. Я знаю человека. Я знаю также, что на сегодняшний день достаточно серьезное обвинение, причем обвинение экономического характера предъявленным. У меня среди обвиняемых есть и другие люди, то есть которых вы все время чего-то забываете, а там четыре человека, которые вместе с мэром находятся сейчас все там же. Вот среди этих людей есть люди, которым я безусловно доверяю по-прежнему. И моя личная позиция, я в отличие от вас не намеренне декларирую, а я эти шаги делаю по защите их, в том числе и то, о чем вы говорите. Но я не делаю на этом пиара, потому что для этих людей это личная трагедия. И то, что они оказались не в нужное время и не в нужном месте, это их личная трагедия. И защищать их я могу как человек. Я не могу их, к сожалению, защищать как руководитель органов власти. Это неправильно, когда один орган власти будет указывать другим органам власти, федеральным, что кого они должны отпустить, кого они не должны отпустить. Вы как политический лидер, может быть, и себе можете это позволить. Я как руководитель законодательного органа этого позволить не могу. Как человек я это делаю и не устраиваю на этом пиаре. Это моя позиция. Я понял. То есть ответ ваш следующий. Вы не будете давать проучительство. А мой ответ прозвучал. Это ваша трактовка. Спасибо большое. Вопрос был задан. Ответ прозвучал. Еще раз говорю, я это делаю, но делаю это как личную инициативу. Я понял. Илья Владимирович, теперь... Пока вы декларируете только свои намерения. Я понял. По очереди вопросы задаем. Илья Владимирович, Борис Ефимович. Дать вам бланк про учительство? У меня есть. Давайте. Давайте. С удовольствием сейчас прям подпишу. Борис Ефимович, давайте будем корректны друг другу. Теперь, Илья Владимирович, ваш вопрос. Я жду этот вопрос, я отвечаю. Теперь Илья Владимирович будет задавать вопрос вам, и вы будете отвечать. Борис Ефимович, вы сейчас возглавляете список партии, которая собирается занять места в областной думе. Вы говорите о серьезности своих намерений стать депутатом в Ярославской областной думе. При этом вчера, не знаю, я здесь не готов говорить, что это достоверная информация, но то, что я услышал радио «Свобода» говорит о том, что вы заявили уже и намерение быть мэром города Ярославля. Вы уже решили, что Евгений Робертович, у нас больше нет мэра города Ярославля, или же вы собираетесь занять все посты в Ярославской области? Илья Владимирович, я услышал, я понял вопрос, я отвечаю, да? Вас грубо дезинформировали. Я был губернатором Нижегородской области, которая гораздо больше по населению, как вы знаете, и по экономическому потенциалу, чем область Ярославская. Было это давно, 16 лет назад, в 1997 году я ушел работать в правительство, и у меня в планах нет быть не только мэром города Ярославля, но и губернатором Ярославской области. Хочу вас обрадовать. Я не хочу зависеть от Путина, я хочу зависеть от избирателей ярославских. Вот, это чтобы вы понимали. Второе, я считаю мэром Ярославля Урлашова. Я считаю, что его избрал народ, за него проголосовало 70% граждан города, да? И я считаю, что его незаконно отстранили от должности. Поэтому уж тем более было бы и кощунственным, и циничным даже мысль о том, что можно занять эту должность. Претензии к Радио Свободы? Радио Свободы, я, честно говоря, не давал интервью. Я вот вместе с Людмилой здесь сидел в студии, где мы сейчас с вами находимся, и даже мы ни слова на эту тему не говорили, и нигде на встречах. Меня спрашивали, кстати, откровенно говоря, про губернатора. Как-то так опустить меня до мэра, в общем, никто даже не решался. Видимо, вам только это удалось. Или Радио Свободы, я уж не знаю. Простите, не ко мне, к Радио Свободы. Короче говоря, господин Ястребов может быть спокоен, вы, если хотите стать губернатором, может быть спокоен. У нас совсем другие задачи, и не собираюсь я участвовать в никаких судах. Все, ответ понятен, Борис Ефимович, ваша очередь. Да, вопрос у меня очень конкретный, который тоже волнует, в общем, избирателей. Это вопрос о тарифах, если вы не возражаете. Но вы знаете, что с 1 июля в Ярославской области поднялись тарифы, ну, на разную величину, на электроэнергию, например, на 12%, они поднялись, на воду почти на 20%. Вот бюджет тратит огромные деньги на то, чтобы компенсировать, собственно, гражданам вот эти вот все время растущие платежи. Но меня вот что поразило, как министра в прошлом топлива и энергетики и губернатора. Значит, продажу электроэнергии осуществляет Ярославская сбытовая компания. Она вам хорошо известна. Вот Ярославская сбытовая компания, что меня изумило, является кипрским офшором. То есть, ее акционеры находятся на Кипре. Дальше, Ярославская сбытовая компания перечислила в фонд поддержки вашей партии, фонд партии «Единая Россия», перечислила 55 миллионов рублей. То есть, собрав деньги с граждан, да, также и с предприятий, решила оказать помощь фонду партии «Единая Россия» в размере 55 миллионов. Вам не кажется, что это, ну, просто неслыханное хамство, наглость и неуважение к собственным гражданам? Это первый вопрос. Второе. Вам не кажется, что ваш фонд должен быть признан иностранным агентом? Спасибо. Так, по одному вопросу или по два? Или слово сразу? Ну, вы мне знаете. Значит, давайте... Вы ответите на оба. Не вопрос, отвечу на оба, тем более, что мы в этой студии абсолютно все эти вещи обсуждали. Надо просто понимать, что это не мой фонд, да, как руководитель... Конечно, не важно. Я сказал, фонд поддержки «Единая Россия». Я это сейчас не перебивал. Да, да, пожалуйста. Как руководитель партии я не управляю благотворительным фондом поддержки партии, да, это совершенно две разных организации. Более того, партия не финансируется из этого фонда, это запрещено законом, соответственно, вы, как политик со стажем, прекрасно знаете, как должны финансироваться партии, из каких источников, насколько эти вещи жестко отслеживаются и прозрачно проверяются. Что касается самого фонда, у него действительно есть достаточно обширная деятельность, в том числе и по поддержке тех мероприятий, которые мы проводим. Да, будь то фестивали, будь то благотворительные акции, будь то, к примеру, поддержка Крымску во время катастрофы, будь то поддержка, которую сейчас мы осуществляем нашим дальневосточным округам, у которых действительно серьезная ситуация, и которым помощь нужна здесь и сейчас, сегодня. То есть акции к Дню Победы, акции к 1 мая и так далее, и так далее, то есть эти все вещи действительно организовывают и поддерживают фонд. Но это не финансирование партии «Единая Россия», и вы, как человек в политике со стажем, прекрасно должны понимать, что одно дело жизнь фонда, другое дело жизнь партии. Является ли он офшор, находится ли он в офшоре или не находится, то есть один акционер, там другой акционер. Но у нас есть для этого Министерство юстиции, да, то есть которое дало очень четкую формулировку, что к партии это дело не имеет отношения, соответственно, нарушения закона в данном случае нет и быть не может. То, что коммерческая организация, еще раз подчеркну, коммерческая организация, которая, может быть, она и не всем нравится, да, более того, то есть организации, которые работают в области тарифов, они, как правило, не нравятся никому, потому что мы на них склонны перекладывать все проблемы, которые у нас возникают. То они вправе определять, кому и какую поддержку оказывать, как и множество других организаций, граждан, которые оказывают поддержку фонду. Ясно. Ну, к сожалению, Илья Владимирович, вы пытаетесь ввести в заблуждение радиослушателей. У меня в руках устав фонда, вот устав, видите, устав фонда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Вы говорите, что не поддерживает партию? Читаю вам. Нет, я не говорил, что не поддерживает. Вы сказали, что этот фонд не финансирует. Читаю. Читаю. Цели и предмет деятельности фонда. Фонд создан с целью формирования имущества на основе добровольных пожертвований и взносов, иных, не запрещенных законам поступления и использования данного имущества, для поддержки деятельности Всероссийской политической партии «Единая Россия». Это статья устава. Поддержка деятельности и финансирование партии – это вещи не одно и то же. Ни минуточку, Борисович, вы задали вопрос, я отвечаю. Я еще раз попрошу. Я не вопрос задал. Я сделал утверждение. Это первое. Второе. Борис Ефимович, да, действительно, не перебивайте, если вы задаете какой-то вопрос. Это не вопрос. Я не задавал. Второе. Вы обязаны отчитываться о финансовой деятельности этого фонда. У вас в уставе написано. У фонда в уставе? Да, в фонде устава. Права и обязанности фонда в пункте 3.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и обеспечивать доступность и ознакомление с указанным отчетом. Вы 10 лет этот фонд существует. Ни одного отчета в СМИ нет. Ни одного. Вот вы сейчас рассказываете, что вы творительностью занимаетесь. Скажите, где отчеты? На ваш в нерегламентный следующий вопрос отвечу. Отчеты партийные мы публикуем в соответствии с законом и за партию, за деятельность партии, как руководитель регионального отделения, отвечаю, безусловно, я. У фонда есть свое правление, есть председатель правления, собственно говоря, и отчеты они точно так же публикуют, но более конкретно. Ну, Борис Ефимович, тогда, наверное, вы пришли не на те дебаты, вам нужно встретиться с руководителем фонда, подебатируйте с ним. Вы спрашиваете у меня, я еще раз говорю, я отвечаю за деятельность партии. Деятельность партии отсутствует в соответствии с законом. Никаких, еще раз подчеркиваю, никаких, ни одного рубля из фонда поддержки партии на деятельность партии «Единая Россия» перечислено никогда не было. Все, спасибо большое. Илья Владимирович, теперь ваш вопрос, и у вас будет возможность задать еще один нерегламентный вопрос. Пожалуйста. Спасибо, Людмила. Борис Ефимович, давайте вот вам, когда очередь, когда до вас зайдет... По поводу народа собирают коммунальные протяжения. Все понятно, но у нас есть регламентный программ. Я задал вопрос, вы считаете нормальным, что в Ярославской области Ярославская сбытовая компания находится в офшоре и собирается народа деньги? Борис Ефимович, так вам Илья Владимирович ответил? Нет. Он сказал, что он не знает об этом. То есть вы хотите еще уточнить нормально... Нет, он сказал, что он не знает об этом. Борис Ефимович, подождите, вопрос заключается в том, нормально или ненормально, да? Давайте тогда уточним еще раз. Вопрос заключается в том, что компания в офшоре финансирует фонд поддержки Единой России и собирает деньги с народа. Это нормально или нет? Это мы поняли все, да. Борис Ефимович, то, что вы научились перебивать, это мы уже услышали, да? Я ответил вам и еще раз повторюсь, да? По поводу офшоров и не офшоров, да? Это не вопрос к руководителю партии, это вопрос к руководителю фонда. Хотя офшорную систему благополучно создали вы, начиная еще с 90-х годов. Я уже в последствии с правительством не работаю. Совершенно верно, но до сих пор еще люди расплачиваются за те долги, которые они в 98-м году создали. Я не хочу сказать сейчас ничего про вас. Я хочу сказать, что историю с офшорами выдумывало, к сожалению, не вчерашнее правительство, да? И не позавчерашнее. А существует оно в нашей стране? И практика разбазаривания средств в нашей стране существует ровно с тех самых времен, когда и вы лично несли прямую ответственность за это. Все, спасибо большое. Будьте любезны, на вопрос ответьте, пожалуйста. Да, спасибо большое. Илья Владимирович, теперь ваша очередь, задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Вы упомянули и только что, что вы, являясь вице-премьером правительства, отвечали как раз за топливно-энергетический комплекс, да? К сожалению, вот вы много говорите там о пяти законах. Этих самих пяти законов я так нигде и не нашел, там, тщательно, достаточно изучая интернет, да? Кроме общих фраз, которые вы сегодня еще раз повторили, но в одном из источников, человек, который пропагандирует вашу программу, то есть он одновременно говорит, там, мы остановим тарифы, заморозим тарифы. По-моему, в вашей прямой речи это было, да? Но один раз уже у вас эти вещи получилось сделать в 98-м году, и когда это все, мы помним, к чему привело, да? К дефолту в Российской Федерации, к обвалу экономики и к обнищанию множества-множества людей. То есть сейчас, когда вы предлагаете заморозить тарифы, а при этом еще, говоря о том, что мы увеличим налогооблагаемую базу, но при этом предлагая снизить все налоги, там, включая федеральные, чуть ли не отменить, да? Это не ваша уже прямая речь, там, это одного из ваших, видимо, членов партии, я не знаю, как их правильно назвать в данном случае, да? Так вот, не приведет ли ваше ноу-хау, ваши экономические инновации к тому, что в Ярославской области в результате повторится ситуация, которая была в России в 98-м году? Спасибо, вопрос понятен. Илья Владимирович, во-первых, я вам должен сказать, что регулирование тарифов и дефолт это абсолютно разные вещи. Я вам говорю, как человек, у которого есть экономическое образование. Я горжусь тем, что... У вас очень хорошее образование, я не смею вас. Я горжусь тем, что, находясь в должности вице-премьера и регулируя естественные монополии, в том числе Газпром и железные дороги, я принял решение заморозить тарифы на железнодорожные перевозки и целый год, 97-й год, и пассажирские грузовые перевозки, осуществляясь по единому тарифу. Это позволило повысить производительность труда, снизить уровень разворовывания денег внутри железных дорог и навести там элементарный порядок. Нам удалось, кстати, в том же году и остановить тарифы на газ. К великому сожалению, нынешнее руководство, вместо того, чтобы защищать людей, повышает тарифы на газ, и вот повышение с 1 июля вы о нем знаете. И это происходит, кстати, не по вине областной власти, я не хочу тут ничего сказать, это происходит по вине Путина и Газпрома, который теряет рынки в Европе. И для того, чтобы сохранить потоки денежные и сохранить зарплату на уровне 100 миллионов рублей в год для менеджеров, друзей Путина, а также покупать частные самолеты и содержать команды типа «Зенита» и «Шальки», а также покупать себе недвижимость во Франции, в Швейцарии и в Лондоне, вот ровно для этого для народа повышаются тарифы на 3 года на 55%. Теперь, в чем предложение РПР «Парнас», с которым мы идем в областную думу и очень надеемся на вашу поддержку. Мы предлагаем принять закон о замораживании тарифов, согласно которому тарифы не могут быть повышены, внимание, не могут быть повышены, если не проведен независимый аудит компаний силами областного бюджета. Вот конкретно, приходит ярославская сбытовая компания, находящаяся в офшоре, говорит, нужно повысить тарифы на электроэнергию, нам, мы не можем больше существовать, нам нечем платить зарплату и так далее и тому подобное. Мы говорим, хорошо, значит, сейчас проведен будет конкурс среди аудиторских компаний, мы вас проверим, выясним, почему вы в офшорах находитесь, вот, посмотрим, какие у вас средние зарплаты, какой у вас штат, на каких машинах вы есть и в каких офисах сидите. Вот, и после того, как мы выясним, что вы влащите жалкое существование, мы ваш вопрос рассмотрим и изучим детально. Значит, я это делал, когда был губернатором. Вы знаете, действует безотказно. Когда ко мне приходил директор водоканала и говорил, Боря, надо на 30% тариф повысить, я ему говорил, завтра придет прокуратура, следственные комитеты и аудиторы, и с тобой разберутся, и посмотрим заодно, как у тебя там вообще обстоят дела с твоими сотрудниками, и есть ли там нарушение уголовного законодательства. Вы знаете, человек куда-то исчезал, а тарифы оставались. Я вас прошу поддержать этот закон, он очень конкретный, внятный. Дальше я не собираюсь замораживать тарифы навеки. Если выяснится, что действительно компания находится в безвыходном финансовом положении, если она на грани банкротства, если там никто не ворует и никто в офшоры доходы от сбора денег с жителей Ярославля не засылает, тогда, пожалуйста, можно обсуждать. Спасибо. Ответ понятен один, да, в нерегламентный вопрос, пожалуйста. Жаль, что при этом... А вопрос я могу задавать, или я уже не задаю вопрос? Да, да. Вы задавали один уточняющий вопрос, я хочу спросить, у Ильи Владимировича сейчас есть какой-то уточняющий? Есть или нет? Жаль, что при этом вы забываете, что это все-таки полномочия не областной думы, то есть все это красиво очень было сказано, только при этом мы занимаем федеральную... Это принятие, это полномочия областной думы. Принятие закон неправда. Борис Ефимович, тогда я еще один, с вашего позволения, вопрос вам задам, когда вы говорили о том, что вы знаете, каким образом наполнить налогами наш бюджет, Ярославский областной бюджет. Вы наши законы все знаете, оказывается. Нет, вы говорили, знаете как, вы не говорили конкретных мер, да? Причем вот одну из конкретных мер я сейчас бы хотел с вами обсудить, то есть это конкретная мера перераспределения акцизов в пользу как раз Ярославской области, хотя наверняка вы знаете, вы не можете этого знать, что акцизы все собираются сначала в одном месте, это у нас город Смоленск, да, потом оттуда они распределяются по той пропорции, которую утверждает правительство, потому что каждый регион имеет право на долю в недрах, которые добываются в нашей стране. Вы же говорите, что нет, это должны получать те регионы, у которых есть НПЗ, а как же быть с теми регионами, у которых проходит труба, как быть с теми регионами, у которых добывают, или как быть с теми регионами, которые не добывают, и у них нет трубы, и нет НПЗ. Они, видимо, будут должны влачить жалкое существование. Как вопрос конкретно, то есть я считаю, что подобная практика ведет к разжиганию сепаратизма и к экономической блокаде, к экономической независимости каждого региона в отдельности. Я не считаю, что это допустимо на сегодняшний день, более того, мы стояли на... Владимир Владимирович, это уже выступление, извините, пожалуйста, давайте вопрос. Вопрос. А не приведет ли, по вашему мнению, это к развалу страны? Спасибо. Я могу сказать, что... Подобный экономический сепаратизм. Вопрос понятен, просто абсолютно понятен. Значит, политика, которую проводит нынешний руководство страны, направлена на высасывание денег из регионов. Пылесосом буквально Путин собирает деньги со всей страны, и сейчас в федеральном бюджете сконцентрировано 65% всех собираемых средств в нашей стране. А в регионах, в том числе и в Ярославской области, всего 35. Да, это абсолютная катастрофа. Ровно поэтому у нас зарплаты в Ярославской области в 2-3 раза меньше, чем в Москве. Ровно поэтому даже пенсии ниже. Ровно поэтому люди бегут на работу в Москву, уезжая из Ярославской области, бросая здесь семьи. Это безобразие надо заканчивать. Поэтому мы за то, чтобы вернуть деньги и власть регионам. Теперь как вернуть? Мне не надо рассказывать про НПЗ. Я так в курсе. И, кстати, помогал Ярославскому нефтепорабатывающему заводу строить как раз вторую модернизированную линию этого завода. Так вот, у нас в стране 32 нефтепорабатывающих завода. Не один ярославский, а 32. Находятся они в 25 регионах страны. Акцизов от производства нефтепродуктов и масел собирается в стране около 300 миллиардов рублей. Это огромные деньги по сравнению с бюджетом, там, консолидированным Ярославской области. Да, он где-то около 60. Это огромные. Но это копейки для федерального бюджета. Это копейки. Это меньше 3% федерального бюджета. Федеральный бюджет больше 13 триллионов. Так вот, вместо того, чтобы держать у Путина 47 самолетов и 26 дворцов и 4 яхты, которые мы подарили, вместо того, чтобы увеличивать число чиновников на миллион человек, которые выросли за годы в управление, я предлагаю эти 300 миллиардов рублей, конкретно 300, которые собираются от акцизов, отправить в эти 25 регионов. Это мощные регионы. Ярославль всегда был самодостаточным регионом, а сейчас он стал дотационным. И вы это отлично знаете, как председатель Думы. Поэтому для меня совершенно очевидно, что это надо делать. Децентрализация бюджета, в том числе и за счет поступления сюда акцизных сборов, а это 15 миллиардов рублей примерно, да, позволит решить массу проблем Ярославской области. И проблему дорог, из-за которой вы все время ругаетесь. И проблемы социальные, и проблемы коммунальные, и проблемы ветхого жилья, и проблемы роддомов, и детских садов. Это еще 15 миллиардов. Вот это такое. А не 25, и не 30, которые собираются на нашем заводе. Давайте все 30 заберем. Нет, я сейчас объясню, в чем дело. 15 достаточно. Я посмотрел на бюджет, внимательно посмотрел на бюджет, посмотрел, в какие долги залез областной бюджет, посмотрел, какие проблемы есть в городах, в первую очередь Ярославль и Рыбинске. И посмотрел, что дефицит как раз 15. Нам нужно 15. Мы не собираемся грабить Россию и не собираемся ее разрушать. Дальше смешно говорить в центре России о развале страны. Если бы мы здесь у Кадырова с вами сидели, я бы сказал, да, это грабеж, когда Россия тратит на поддержание Северного Кавказа миллиарды, а они там законы шариата внедряют. Это я, с этим я мог с вами, но здесь, в Ярославле, в основе русской государственности, да, вы мне рассказываете... Давайте заберем 30, которые перечитаем. Нет, еще раз. Так, стоп, давайте с этим вопросом не закончим. Еще раз, я прошу вас поддержать следующую нашу инициативу. У нас просто есть законопроект. Я прошу Единую Россию, если она пройдет в Думу, я прошу поддержать законопроект о том, чтобы обратиться к Путину по вопросу перераспределения акциза в пользу регионов. Я вас уверяю, Ярославская область станет самодостаточной, мы не будем бегать с протянутой рукой там Минфины еще куда-то. Я уверяю вас, что вы решите массу здесь проблем, и жители области скажут вам большое спасибо. Поддержите наш закон. Если бы вы были местным человеком, вы бы наверняка знали те законы и те законопроекты, и те обращения, которые мы обращаем. Этого обращения, этого закона у вас не было. У нас есть обращения, в том числе и перераспределение налогов, перераспределение налогов в пользу муниципальных образований. Более того, если бы были человеком местным, вы бы знали, что уже на территории Ярославской области этот проект как пилотный реализуется. Потому что, к сожалению, у нас действительно централизация бюджетов существует. И кто бы эту проблему отрицал, уж точно не Единая Россия. Потому как именно нам принадлежит идея возвращать эти бюджеты, муниципальные бюджеты, поселенческие бюджеты, наполнять реальным рублем. И что касается налога о земле, это ровно наша инициатива, которая на сегодняшний день как пилотная осуществляется именно в Ярославском регионе. Спасибо. Все, спасибо. А, Борис Ефимович, теперь ваш вопрос. Знаете, я вот тут, готовясь к эфиру, посмотрел на ваши дебаты с Урлажовым. Они были на «России-24», а потом посмотрел на ситуацию с вашим бизнесом. Вы же учредитель «Аллегра», правильно? До сих пор. Вы там не директор, но учредитель, то есть собственник. И до сих пор уже не учредитель? Ну, я не знаю, по документам, которые у меня есть в учредителе. У вас, значит, неправильные документы. Ну, принесите другие. Вот есть «Игрюл», и там есть учредители. Вот, меня несколько удивили ваши взаимоотношения с государственной властью и с бюджетом. Значит, первое, что меня удивило, что вот налоговая служба Ярославской области объявила, что фирма «Аллегра», где вы соцсобственник, да, является крупнейшим должником бюджета. Она должна 140 миллионов. У меня вопрос. А вот вы считаете правильным, что имеет долг перед бюджетом, в том числе областным, да, идти на выборы? Второе. У вас был суд с Урлашовым. Вы его выиграли. Можно вас поздравить, да? Суд о том, чтобы вернуть в городской бюджет 22 миллиона рублей, которые вы задолжали там с 2006 года. Заземельный участок полуторгового центра на проспекте Фрунзе. Вы действительно выиграли этот суд, потому что истек срок давности. Я просто видел эти решения. А вам не кажется все-таки, что для политического деятеля, несмотря на то, что вы этот суд выиграли, вернуть 22 миллиона – это дело чести? Есть договор, по которому вы должны были заплатить. Вы не заплатили. Прошло время, Урлашов пришел в должность мэра в 2012 году. А вы видели этот договор тоже, как и мою регистрацию, да, очевидно? Нет. Или вы сейчас опираетесь на какие-то предположения? Нет, нет, я изучал вам. То есть для вас решение суда – это не решение суда. Для вас предположение… Для меня решение суда – это… Борис Ефимович, вы видели договор? Я договор не видел. Спасибо. Секунду. Вы договор не видели? Я видел решение суда. Вы выиграли этот суд, потому что истек срок давности. Но 22 миллиона… Я же вам не говорю, что вы должны заплатить 22 миллиона. Я говорю, вот вы идете во власть, вы считаете это нормально, не заплатить деньги и во власть? Спасибо большое, Борис Ефимович. Вопрос понятен, да, Илья Владимирович. Так вот, как юрист и как человек, который хоть чуть-чуть разбирается в юриспруденции, вы тоже должны понимать, что существует формулировка за сроком давности, существует там много других формулировок. Вы не видели этого договора, вы не имеете права… И я уже выиграл суд о защите чести и достоинства у господина Урлашова, так вот я и вас предостерегаю от этого. Вы не имеете права… Вы меня только не пугаете. Вы не имеете права утверждать, что я что-то должен, потому что… Давайте, подавайте. Не перебивайте меня еще раз, попрошу. Вы же мне угрожаете, что вы прошли, что вы пойдете. Я вас ничем не угрожаю, боже меня упасть, Борис Ефимович. Так вот, вы не имеете права утверждать обратного до тех пор, пока это не будет доказано в суде, да? Если вам кажется по-другому, и как Евгений Робертович, вы можете точно так же воспользоваться своим правом, восстановить срок давности и попробовать доказать. Не существует договора, я еще раз повторяю, не существует договора. Потому что сначала мэр города придумал историю, потом пошел с этой историей в суд, потом в ней он благополучно проиграл. Теперь, что касается первого вопроса, тем более, что никакого секрета здесь, там, поле шинели вы не открыли. Мы обсуждали, в том числе и в этой студии эту историю достаточно давно. У меня нет задолженности перед бюджетами. Никогда не было предоставлено. А я еще раз повторяю. Подождите, областная налоговая инспекция сообщает, что у вас есть дом. У меня там где-то написано фамилия Осипов? Нет, там написано Аллегра. Так вот, давайте, вы как человек, который имеет какое-то образование юридическое, да, но будучи не местным, очевидно, не понимаете разницу между физическими лицами и предприятиями. Я про Аллегра говорю. Я говорю только про Аллегра. Я вообще про вас ни слова не сказал. Борис Ефимович, у меня нет задолженности перед бюджетом. У меня нет задолженности. У Аллегра есть на сегодняшний день спор в налоговом суде. Подождите, вы были учредителем этой компании? Подождете вы потом, да, сейчас я отвечаю на ваш вопрос. У меня нет задолженности перед бюджетом. Это раз. У Аллегра есть спор с налоговой инспекцией. Он решается в арбитражном суде. Как вы, наверное, знаете, и как человек, который когда-то еще в свое время выступавший за защиту предпринимателей, вы прекрасно понимаете, что у предпринимателей есть возможность защищаться от произвола налоговой инспекции. Спасибо, что здесь, хоть вы не лишаете компанию Аллегра, право защищаться. Так вот, как только будет вынесено решение суда, компания Аллегра, если будет решение суда, что она хоть копейку должна бюджету, компания Аллегра эти вещи удовлетворит. По иску, который налоговая инспекция предъявляла, были те претензии, которые компания признавала, и она их удовлетворила сразу же, еще до появления какого-то решения налоговой инспекции, потому что было указано на незначительные нарушения, и они были устранены. И есть вещи, которые компания не может признать, потому что их не существовало априори. Спасибо. А претензии налоговой инспекции какие? 140 миллионов рублей? Я ответил на ваш вопрос. Претензии на сегодняшний день рассматриваются в арбитражном суде. Нет, сумма претензии какая? Это публичное слушание, вы можете зайти посмотреть, там все сказано. А что вы стесняетесь-то? Я не стесняюсь. Есть налоговая? Она сообщает, что вы должны... Я не стесняюсь. Ваша компания. Ваша компания. Ваша компания должна... Вы заблуждаетесь, Борис Афимович. Я не должен раз, и в компании я не являюсь учредителем уже достаточно давно. Это два. А когда вы, кстати, перестали быть учредителем этой компании? Можете назвать дату? Не могу назвать дату. Почему? Ну, потому что вы скажете мне, назовите еще и час. Не, не надо. Вы назовите дату. Потому что... Это произошло... Потому что сведения официальные говорят о том, что вы собственник... Это произошло больше года назад. Я не знаю, где вы берете сведения официальные. Они написаны... Есть единый реестр данных. Это выписка из ИГРОЛ? Да. Или это бумажка, лежащая на вашем столе? Слушайте, а как вы хотели? Мы обращаемся... Выписка имеет... В единый реестр. Выписка имеет... Это официально. У нас нет печати, естественно, нотариуса нет. Мы просто в компьютере, знаете, набираем, обращаемся к ИГРОЛ. Они нам говорят, вы являетесь учредителем фирмы. Вы не единственный, кстати. Вы являетесь учредителем этой фирмы. Сейчас вы говорите, что вы не... Я больше... Больше года не являюсь... Давайте я вам с собой расскажу. А претензии налоговые, кстати, у вас возникли не сейчас. Да никто не спорит. А претензии к вам на 1 января 2013 года. Так что вы были учредителем, когда вы были должны деньги. Только не на 1 января. На 1 января претензии. Показать? Покажите. Вот. Смотрите. Это выписка у вас на 1 января. Конечно, выписка подал, да, мы, естественно. Когда возникли претензии, на чем они основываются? Вот смотрите, видите, список должников Ярославской области юридических лиц, имеющих задолженность выше 1 миллиона рублей на 1 января 2013 года. Это неправильная выписка? Это, возможно, правильная выписка. Вы же его. Вы тогда спорите? Только это не... Что вы спорите? Не тогда возникли претензии. Вы передергиваете факты. Они раньше возникли. Вы передергиваете факты. Когда вы были хозяином, они возникли. Давайте двигаться дальше. Ладно, давайте двигаться раньше. Все с вами ясно, я все понял. Теперь у нас осталось буквально 5 минут до конца программы. Я прошу очень коротко задать... Да, конечно, Илья Владимирович, ваша очередь сейчас будет. Я просто прошу очень коротко задавать вопросы. Борис Ильич, не могли бы вы сказать количество уголовных дел, которые возбуждались против вас, и сколько обвинений вы слышали в свой адрес, в том числе и с господином Клементьевым, скандалы и так далее, и так далее. То есть вот так информационно, без ссылок. У меня, конечно же, безусловно, есть такая же подробная информация о вас, но... Илья Владимирович, отличный вопрос. Количество уголовных дел. Ни одного против меня не было ни разу возбуждения, но ни одного уголовного дела. Более того, по этому поводу... Инициированный вокруг... Можно я договорю? Можно я договорю? Значит, по этому поводу был у меня суд с Путиным. Владимиром Владимировичем, с Путиным. Путин как-то в одной из программ сообщил, что мы там украли миллиарды и так далее. Может, вы это слышали. Я подал в суд за клевету на Путина. И этот суд, вы удивитесь, состоялся. Это был Савеловский суд. Состоялся он 14 февраля, в день влюбленных, 2011 года, в городе Москве. И представитель Путина, адвокат по фамилии Забралова, она получила от меня вполне конкретный вопрос. Назовите хоть одно уголовное дело против Немцова, которое было возбуждено по факту хищения, мошенничества, коррупции и так далее. Ответ Забраловой. Не было такого дела. Назовите решение судов, по которым Немцова обвиняли в совершении каких-то преступлений экономических. Я не сказал решение. Я сказал возбуждение. А что, господа, хороший Иваш Путин, имел в виду, когда говорит... Возбуждение. Возбуждение. Я еще раз говорю. Против меня не было ни одного уголовного дела. Хорошо, придется показывать. Против меня не было ни одного уголовного дела. Это признал Путин, это признали его адвокаты, и это признал судья Адамова, которая сказала, что Путин имел в виду не Немцова, когда об этом говорил, я вам советую послушать, имел в виду не Немцова, а имел в виду именно рицательное. То есть Немцов пишется с маленькой буквы. Поэтому, учите матчасть, никаких уголовных дел не было. Все это полная ерунда, и все это пропаганда, направленная на дискредитацию оппозиции. То, чем всегда и Путин, и партия Единой России занимаются. Ну да, Климентев не существовал тоже, Андрей Климентев. Климентев украл деньги на 18 миллионов долларов, за это был посажен в тюрьму. И причем это дело раскрыл я, а не вы. Он украл их из бюджета, я боролся за бюджет Нижегородской области. Вот вам весь Климентев. А Борис Ефимович, теперь ваша очередь. Последний вопрос. Смотрите, у меня к вам есть не вопрос, а предложение. Вот РПР Парнас вносит пять законов, да, и вносит постановление с тем, чтобы областная дума поддержала постановление с обращением к Путину или, там, не знаю, к Бастрыкину об изменении меры пресечения Урлашова. Вот по поводу Урлашова вы ответили, вы голосовать будете против, ясно. А по поводу, конкретно, пополнения бюджета Ярославского, по поводу отмены политической цензуры на телевидении, по поводу повышения качества строительства дорог, мы предлагаем, знаете, какой механизм, мы предлагаем платить премию тем компаниям, которые строят качественные дороги, не требующие ремонта на второй, третий, пятый, шестой год. По поводу открытых конкурсов, которым допущены конкуренты и пресса, вы готовы поддержать РПР Парнас? — Мы готовы поддержать любую здравомыслящую инициативу, особенно если бы она была... — А можно конкретно? — Можно опять, Борис Васильевич, вы ведете себя очередной раз перелюбивать, мне пытаетесь, интеллигентный человек. — Но вы не отвечаете, что с вами делать? — А я отвечаю вам на вопрос, мы готовы поддержать любую здравомыслящую инициативу, пока, к сожалению, ваши инициативы, они находятся в области лозунгов и деклараций. — Они в виде законопроектов находятся? — Законопроектов, к сожалению, я не видел, возможно, я не обладаю уникально... — Мы вам сейчас подарим. — Это было бы здорово. — Сейчас прям подарим. — А это было бы здорово, потому что, когда я вношу законопроекты, я стараюсь их все-таки еще до этого обсудить с общественностью, и те законопроекты, которые вносит Единая Россия, они на сегодняшний день публичны, и мы последовательно этих вещей добиваемся. Если вы вносите какую-то инициативу, мы ее с удовольствием поддерживаем. Тем более на сегодняшний день, и, по крайней мере, в Думе пятого созыва, который руководил я, мы, несмотря на то, что это была власть большинства, но с учетом мнения меньшинства, и те законопроекты, которые у нас вносили оппозиционные фракции, они не забаниваются, они не выкидываются, они изучаются. И часть из них, как вам не покажется странной, может быть, в Москве у вас не так, но у нас в Ярославле так, они и принимаются. — У нас в Ярославле так будет, да. — А у вас в Ярославле будет, когда вы будете в Ярославле. — Спасибо. У вас осталось буквально по одной минуте для того, чтобы сказать, какие выводы вы сделали из этой программы, ну и вообще, может быть, обратиться к своим избирателям. Пожалуйста, Борис Софимович. — Ну, вывод такой. Я считаю полным беспределом, что деньги с населения коммунальные собирает офшорная компания, и она же финансирует фонд поддержки Единой России. Я сейчас направил, вот прямо сейчас подписываю у вас на глазах письмо генеральному прокурору с тем, чтобы, чайке с тем, чтобы он разобрался. Я считаю, что фонд поддержки Единой России должен был признан иностранным агентом. Я призываю всех слушателей радио «Эхо Москвы» голосовать за оппозицию, за РПР «Парнас». Я считаю, что у нас есть уникальный для России шанс иметь большинство в областной думе, и давайте освобождение России от Единой России, да, как ее многие называют партией жуликов и воров, начнем с Ярославской области. Так что приходите на выборы, поддержите РПР «Парнас». — Ну, наконец-то вы на свою любимую риторику свалились, потому что вам не только не нравится президент. — Половина населения считает, что Единая Россия — это партия жуликов и воров. — У вас сейчас время будет. — Еще раз, давайте еще громче. Так вот, потому как, к счастью, все-таки мы живем и отвечаем за то, что делается в Ярославской области, за то, как будет жить Ярославская область дальше, мы несем прямую ответственность. А для меня и для тех людей, которые на сегодняшний день пришли в региональное отделение Единой России как руководителей, все-таки слово «власть» — это прежде всего ответственность. А не приехать покрасоваться, спеть с Баяном пару песен на гастролях, а потом неизвестно, чем это закончится и кто я буду дальше. Там буду я депутатом, не буду. Самое главное, как я понравился себе. — Это вы предъявляете кого, да? — Я еще раз напоминаю о том, что партия Единой России свой список обновила более чем на две трети, и только 15, еще раз повторю, 15 из прежних депутатов идут у нас на выборы, потому что дело в людях для нас не пустой звук. Мы показываем свой список, мы доказываем возможность каждого из кандидатов участвовать в политической борьбе и защищать интересы граждан, потом работая в Думе. Наш список не из одного человека, а мы партия и мы команда. — Все, время закончено. Спасибо огромное. Спасибо. У нас в студии были Борис Немцов, председатель партии РПР «Парнас» Илья Осипов, глава Ярославских Единороссов. Буду рада видеть вас еще здесь. — Спасибо. До свидания. — До свидания. —